МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Варшаве вам могут рассказать, что Эмилия Плятер – это польская Жанна Дарк, якая сдобыла европейскую славу за удел о вызвольном повстании 1830-1831 года. Но, жаль, далека не каждый из наших соочинников возможно при этом удокладнить, что Эмилия Плятер – это не полька, а белорусская литвинка, якая взмагалась с российскими колонизаторами за сотни километров от Польши. Эмилия Плятер народилась у Вильнии в 1806-м годе. Батька ее належил досторожить на немецкого роду, мать ж походила с Браслова. Просветопогляд молодой графиня красомовно свечила тоя, что идеалом для ее зевлявся Тадеуш Костюшка. А прочь истории захоплялась Эмилия и национальным фольклором. Паненко избирала белорусские народные песни и танцы, сама добро спевала и аккомпоновалась с собой на фортепиано. И она с запалом, уластивым чулому и шляхетному сердцу отдалась душой белорусскому люду, писал сучастник Эмилии Максимилиан Маркс. Мы не повинны забывать, что она удельничала у белорусским национальным отражений, о зароджении белорусского национального руху, был в околицах своего Майонтка, Витебской губернии. И она избирала фольклор, и научилась оселянским танцам. И она сама писала стилизованные песни-голошения под белорусские народные шпевы. Это очень старый традиционный жанр, не только белорусов, это песни-голошения. И вот она у белорусской энциклопедии подается, как фольклористка белорусская, и заслужена, и треба копина в наш пантеон героев обовязкового вайшла. До речи, своим характером, своим темпераментом, своими идеалами, Эмилия Плятор мне вельми нагадывая ее сестру по духу уже с 20-го года, Алаизу, поэтессу, революционерку Алаизу Пашкевичу, тетку. Когда в листопаде 1830 года на землях былой Речи Посполитой распачалось в избольна антироссийская повстанне, Эмилия Плятор без вагання убирает руки с брою. 29-го соковика с 1831 года на площади в местечку Дусяты и она закликала усих долучиться до боротьбы. И полымянная промова мела поспех. Не узабаве отрад молодой графиня наличивал 280 стральцов, 60 вершников и некольки сот кассинеров. А уже празднекольки ден отбылись и перши бои. Другого красавика повстанцы под очолом Эмилии Плятор разбивают шпехотный отдел царских войск, пермога окрыляя, дая веры во властные силы. И Эмилия выращая закопить недалекий Деннабург. Атрад рушит до города, разбивая россейцев, а лес замоцнага гарматнага огню вымушены отступить. Не узабаве повстанцы Эмилии Плятор объедналися с корпусом Кароля Залузского, что не узабаве увошел у склад регулярного польского войска под очолом генерала Хлоповского. Годома, что генерал Хлоповский, пропоновав Эмилии Плятор, вернуться до дома. Алиэна отмовилась со словами «Вырошел измогаться, покой невернем незалежность». Ураженным ужностью и патриотизмом молодой литвинки, Хлоповский заличвая ее офицерам у регулярное войско, надае ею чин капитана и призначая гоноровым командирам первой роты 25-го линейного полка с войску повстанцев. Эмилия Плятор у кожным новым бои демонструя адвагу и особистый героизм. Игнат Дамейко, что змагався побоч с ёй, сгадываў битву под Вильней 19-го червеня и мужныя поводзены молодой графіни под картечным огнем. Тады под Эмилией был забиты конь, и калі б недапамога майора Станислава Мацевича, шляхтянка патрапіла в куполон. Конечно, незвычайная дзяўчына воевала, як звыклый офицер, нават отрымала звання капітана. Ёй в образ такі рамантызаваны. Нашов адлюстраваня, ён такі рамантызаваны, распрацаваны ў літературах ўсіх основных европейскіх народаў. У польской, французской, ангельской, итальянской, немецкой, венгерской, акрамя беларускай. І іна заслуговыя на гэта. От па партреція, відаць, прыгожая жанчына патріотка звертаў ўвагу нашым працавнікам на ніве гендернах історіў, што ата можа быць адна з такіх саправдных постачі, які символізуюць сучаснуў Беларусь. У бітвы падшавляям 8 ліпіня Эмілія заслужыла асабістыў падяку генерала Хлаповскага. Высокай мужнастю і адвагай выззначывся капітан Эмілія Плятар. Лі повстанне было ўжо амалі разбітае, Эмілія Плятар адмовілася адыходзіць ў Прусію, каб там скластьі зброў. Ліпей было б памерці са славай, чым скончыць такім ганепным приніжэнням, што да мене, дык пакульчую іскру жыцця в грудях, буду біцца за айчыну, твёрда вырашыла яну і выправілася да Варшаву. Аднак лёс аказався неміластя выда, молодой змагар. По дарозі она тяжка захварела, і 23-го снежня 1831-го года памерла ваўзростя ўсяго 25 гадоў. Веска про героизм і смерть Литвинки, яка так музна і охвярна змагалася, з російськой таранній широко разнеслася по свете. Своі верши ёй присвятили десятки поэтов в Британии, Франції, Італии, Немецчине, в Угорщине, Польщі. Адам Мецкевич одрукнувся відомым вершем смерць полковніка, дзе павысів нашу змагарку ў вайсковам званні. Натуральна, з глыбокай павагі, з захаплення ёю. Часам я думаю, ці ёсць ў наших беларускіх гарадах херотбезлічі вуліць Клары Цеткін, Надзеї Крупской, Роза Люксембург, хоць адна названая ўгонар Емілея Плятар, яка я аддала заготую зямлю сваё. Сё. І зараз пам'ять про яе живая і з'являється символом мужності, адвагі і любові до Айчыны. Той Айчыны, дзе якой жила, змагалася і аддала життё беларускай жанна дар. Графиня і капітан паустанськай армії Емілея Плятар. Той Айчын Продолжение следует...